Соискатели смогут теперь дистанционно проходить собеседование с работодателями, а трудовой договор может быть заключен дистанционно. Госдума приняла закон о расширении полномочий полиции. Закон определяет перечень оснований, по которому полицейские смогут вскрывать автомобили, а также рекламентирует оцепление ими строений и территорий. Ну и как всегда, рецепт вкусного блюда тебя ждет в конце выпуска. Ты на канале Свежак, как всегда Ваня Чернокнижный и обзор интересных новостей России и мира. Государственная Дума приняла в третьем чтении поправки в законы полиции. Они наделяют полицейских новыми полномочиями. Проникновение в жилье для поимки преступников. Полицейские смогут проникать в жилье и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания лиц, застегнутых на месте совершения преступления или скрывающихся с него, а также лиц, на которых потерпевшие или очевидцы указывают как на совершивших преступления. Осмотр транспортных средств. Сотрудники полиции могут вправе осматривать места происшествия, местности, помещения, транспортные средства, предметы, документы и иные объекты в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о происшествиях. Вскрытие транспортных средств. Полицейские смогут вскрывать транспортные средства для спасения жизни граждан или обеспечение их безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях, для пресечения преступлений или проверки сообщений об угрозе террористического акта. Также они смогут вскрывать автомобиль для применения мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении, если имеются основания полагать, что совершившее данное правонарушение лицо находится в состоянии опьянения. Досмотр граждан. Полицейские смогут проводить досмотр граждан и их личных вещей и транспортно не только при возможном наличии оружия, наркотиков или других запрещенных веществ, но и при наличии оснований полагать, что они скрывают предметы хищения. Временное ограничение объектов. Закон закрепляет за полицией полномочия обозначить доступными средствами, в том числе визуальными, места совершения преступлений, административных правонарушений, происшествий, проведения публичных и массовых мероприятий, территории и объекты, нахождение которое ограничено или представляет угрозу для их безопасности, а также осуществлять временное ограничение указанных мест и объектов. Ну что, посмотрим, как этот закон покажет себя в действиях. Президент РФ подписал закон, вносящий поправки в трудовое законодательство в части определения порядка введения электронного документа оборота при приеме на работу сотрудников. Федеральный закон о 22 ноября 2021 года, 377 ФЗ. Новый закон закрепляет возможность использования кадровых документов в электронном виде без дублирования их на бумажном носителе. К кадровым документам относится трудовой договор, договор о материальной ответственности и порядка 30 видов других документов. Работодатель самостоятельно принимает решение о переходе на электронный кадровый документооборот, ЭДО, пояснили в Минэкономразвитии. С работниками, которых впервые принимают на работу по трудовой книжке, соответствующие документы оформляются в электронном формате. Для перевода в электронную форму кадровых документов в отношении остальных категорий сотрудников требуется их согласие. Работнику будут выдавать его экземпляры в электронном виде, написанные усиленной квалификационной электронной подписью работодателя. А работник при желании вправе сделать бумажную копию соответствующего документа и заверить ее у работодателя. ЭДО будет осуществляться через единую цифровую платформу работы в России госуслуги, а также через информационную систему работодателя, соответствующие требованиям трудового кодекса. По мне, так это классный закон. Теперь люди, которые живут в отдаленных частях нашей страны, но которые захотят работать, например, в московских фирмах, в московских организациях и так далее, им не нужно приезжать, чтобы устроиться, даже несмотря на то, что у них уже, например, удаленный формат работы. То есть возможность для этих людей теперь удаленно и устроиться на работу, это на самом деле круто и расширяет для работника, для соискателя возможный пул организации, которые могут его взять на работу. И по мне, так это действительно классный закон, который полезен и соискателям, и организациям. Вы меня часто спрашиваете, откуда я беру такие охренительные рецепты? Ответ простой. Журналы в магазинах Ароматный мир, бумажные, я беру бумажные, потому что мне нравится перелистывать страницы, читать их и так далее. Абсолютно бесплатно в любом магазине Ароматный мир. Можно взять вот такие журнальчики, найти любой интересующий вас рецепт блюда, например... Например, возьмем... Блин, сколько здесь? Классно, что я даже могу ее сочетать приготовить. Ну, давайте возьмем. Давайте возьмем. Блин, давайте возьмем. Давай, вот. Мой любимый. Борщ под водочку. Борщ под водочку. Наводим телефон. Здесь QR-код. В телефоне, соответственно, высвечивается пуш-уведомление. На него нажимаем, переходим на группу ВКонтакте, там открывается рецепт. Рецепт либо в группе ВКонтакте, либо рецепты некоторых блюд прямо в журнале. Там открывается рецепт, все ингредиенты, которые можно... Почти все можно купить в Ароматном мире. Покупаем там, приходим, готовим по их рецептам. И, собственно, вот, например, борщ под водочку. Ароматный мир рекомендует водочку Nordic Snow в Финляндии, которая прекрасно подойдет под этот борщ. Поэтому рекомендую всем готовить по рецептам Ароматного Мира. Ну и, как всегда, в конце выпуска вас ждет рецепт одного из моих любимых блюд. Ставь лайк, трескай в колокол, подписывайся, чтобы не пропускать новые выпуски. До новых встреч! Смотри до конца. Блюдо просто охренительное. Готовится быстро, ингредиентов мало. Накормить можно абсолютно всех. Приготовить может любой человек с любым скиллом в приготовлении пищи. Смотри до конца. Приятного аппетита! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Огненные бургеры от Вани Чернокнижного специально для ароматного мира Субтитры создавал DimaTorzok